Дома на пересечении Венцика и Молодогвардейской возвращают былую красоту. Здание, построенное в 1864 году, принадлежало потомственному почетному гражданину Самары Ивану Санину. И изначально было одноэтажным. Второй этаж возвели позже. Квартиры в нем сдавались в наем, а на первом этаже были продовольственные лавки. Сейчас это жилой дом. По программе капремонта рабочие восстанавливают не только крышу и фасад, но и элементы декора. Для изготовления лепнины отлили 300 новых гипсовых деталей. Также заново изготовили двери и навесы над ними. Они были утрачены. Для изготовления цоколя привезли камень из карьеры богатырь. Оттуда же камень привозили и в 19 веке. Исторический облик возвращают и дому на Фрунзе, в котором в октябре-декабре 1941 года жил и работал видный деятель болгарского и международного коммунистического и рабочего движения Георгий Димитров. По проекту здесь начали реставрировать крышу и фасад. Трудоемко было то, что очень много мусора было в чередачном помещении. Что нашли? Что нашли. Никакого клада не было, конечно. Очень много было мусора. Примерно 60 камазов мы вывезли. По программе капремонта в Самаре ремонтируют 25 объектов культурного наследия. 16 уже сделаны. В планах еще 62 дома. Стоимость таких работ отличается от ремонта обычного дома. Каждое здание имеет свою историческую ценность. К каждому зданию подходит индивидуально, согласно научно-проектной документации. На основании этого задания разрабатывается научно-проектная документация, которая состоит из историка, архивных и библиографических исследований. Натурные исследования делаются зондажи конкретно по фасадам, для определения первоначального цвета, состояния, работы с архивным фондом. На каждом этапе работы контролируются. Если возникают несоответствия, подрядчики исправляют. Важно не только вернуть зданиям исторический облик, но и чтобы результаты этого преображения сохранились как можно дольше. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События.